подруги привет добро пожаловать на мой канал сегодня у нас с вами очередной отчет беременности сегодня я буду говорить о 28 неделях моего интересного положения по фону вы можете сделать вывод что мы прибыли в ригу поскольку я уже могу сидеть в саду снимать на улице и в целом наслаждаться летом которая здесь уже в разгаре но что касается моей беременности значит у нас 28 недель которые даются с одной стороны очень даже здорово с другой стороны они так-то легко и каждую неделю что-то новенькое да происходит и поэтому слава богу есть вам что рассказывать записала в телефон самые главные пометки того что произошло в течение последней недели после нашего с вами крайнего отчета ну и давайте поехали буду по очереди вам все рассказывать и если говорить о хронологии то у нас начался третий триместр то есть 28 недель осталось ровно три месяца до наших родов и я даже поверить не могу насколько быстро это время пролетело и действительно наверное правду говорят что вторая беременность вместе со старшим ребенком она прилетает намного быстрее чем первое поскольку ты занята воспитанием малыша ты в декрете у тебя каждый день малыша которым нужно заботиться в его жизни по большому счету ничего не меняется вставать нужно режим соблюдать нужно и в общем и целом ты ведешь привычный образ жизни что собственно происходит в нашей жизни поэтому действительно первые два триместра они пролетели очень очень быстро и действительно не верится что осталось всего-то три месяца то есть это у нас июль август и все конец сентября или может быть даже середина сентября мы с вами уже подойдем к дате наших родов ну а пока малыш мой спит я с чашкой кофе прекрасно себе наслаждаюсь днем и в общем могу записать этот видеоролик кстати если говорить про кофе очень многие будущие мамы спрашивают меня в комментариях под видеороликами можно ли пить кофе действительно можно ли пить кофе во-первых беременности кофе пить можно но сколько можно при каких условиях можно и можно ли конкретно вам об этом вам расскажет ваш гинеколог потому что только он знает вашу историю вашу беременность ваше состояние здоровья и так далее так далее и только ваш гинеколог может вам посоветовать пить кофе или запретить пить кофе но если со здоровьем беременной все в порядке в общем можно выпить до двух чашек кофе в день и ничего ужасного в этом не будет поэтому если не отшибает от кофе во время беременности то мне кажется это еще один такой момент кайфа который беременная мама но никак не должна выпускать своей беременности ну и собственно я этим и занимаюсь каждый день выпиваю хотя бы одну чашку кофе с молоком но если говорить о таких ярких каких-то моментах которые я могу от отметить на именно этой неделе это конечно же моя эмоциональность мое какое-то гипер чувствительное отношение ко всему и перчувствительность по поводу всего что мне кто-либо что скажет спросит я не знаю какие то события то есть я какая-то сильно эмоциональная сильно психованная и какая-то вот прям гормональная вот знаете вот когда говорят вот гормоны вообще новую порцию сегодня выдали беременной бабе вот это вот прям сегодня про меня на этой неделе я прям очень чувствительна и от этого конечно же любые реплики любые какие-то советы любые какие-то замечания там знакомых бабушек особенно бабушек касательно старшего ребенка они конечно пролетают насквозь и меня вот прям трясет и я уже начинаю сильно сильно нервничать и своей маме уже sky мужу и вообще вот всем окружающим сказал слушайте все вот давайте у меня третий триместр пожалуйста без комментариев без экспертных каких-то советов заключение ума ума заключение и так далее вот не нужно меня не нервировать и как-то подливать масло и и так уже горящий огонь и рассказывать мне что со мной с моим ребенком и прочими обстоятельствами моей жизни не в порядке поскольку я вот как-то адекватно на этой неделе вообще ничего не воспринимаю ну и конечно же как я уже упомянул это особенно касается моего старшего ребенка когда речь идет о его развитии а когда речь идет о каких-то там я не знаю сколько раз он там в день или в неделю как и почему уходит подгузники почему он не разговаривает а сколько он должен разговаривать неужели он там в магазине если психанет валится на землю орет и прочих каких-то моментах развития ребенка вот все эти какие-то комментарии они вот прям меня очень сильно напрягают я уже вчера с мужем разговаривал я говорю слушай я уже готова прямо записаться к своему педиатру нарушить свой 10-дневный режим самоизоляции и побежать к неврологу и убедиться вот что все действительно своим ребенком в порядке потому что я уже сама так смотрю думаю ну действительно может нет может эксперты то правы но с другой стороны слава богу включается мозг и муж мой он может меня сильно успокоить и как-то привести меня в чувство я вот как-то так выдыхаю и понимаю что на самом-то деле все в порядке и действительно это просто мое восприятие более острая которая сейчас она вот прям бушует не дает мне спокойно как бы благодарить людей за их гипер опеку заботу и вот эти все волнения и как-то вот мимо ушей пропустить идти и своей дорогой делать делать свои дела заниматься вот как бы своей жизнью очень надеюсь что в риге получится у меня отключиться и как бы очень надеюсь на здравый смысл моих близких которые все-таки наверное придержат свои мнения при себе и как бы вот свою свою экспертные вот какие-то заключения они как бы вот на не знаю кому-то другому передадут и позволят мне как-то спокойно выдохнуть спокойно расслабиться и как-то вот почувствовать себя получше тем более что действительно второй беременность у меня так и не включилась доминанта этой беременности знаете когда вот и беременеешь особенно в первый раз ты немножечко так вот не знаю ну как-то тупеешь что ли говорят беременный мозг то есть ты плывешь по течению все окружающее и все что происходит для тебя становится не таким важным и ты как-то поспокойнее ты вот прям малышом своим занимаешься живот свой гладишь и в целом как-то вот увлечена процессом и всем что связано с беременностью во второй беременности у меня это доминанта нет вообще то есть у меня спокойствие нет никуда я не плыву я вот против течения как-то вот все время мне кажется куда-то рвусь и какой-то стресс и какое-то вот такое вот напряжение конечно же связи с заботой о ребенке вот это вот все оно как-то очень ярко выражено я понимаю что вот все таки наверное моя последняя надежда на какое-то расслабление это вот действительно лето это вот наш дом наш сад прекрасная погода юрмала пляж и вот что я смогу все таки наверное отключиться от суеты и жизни санкт-петербурге и все-таки переключиться как-то вот на такой более такой плавающий лад и более спокойный образ жизни здесь в риге кстати по поводу поездки 10 часов поездки на машине я свою беременность выдержала просто на ура и даже удивительно насколько гладко прошла эта поездка и насколько хорошо себя чувствовала несмотря на то что была жуткая жара что арс нас довез на машине только до границы и вот когда я пересекла границу эстонии россии свой путь уже по эстонии и латвии я держала одна с рэмом и мы вдвоем в общем-то ну как-то очень спокойно даже этот путь весь выдержали рэм вел себя просто превосходно ну а что касается меня наверное все таки опять же адреналины вот какое-то напряжение этой поездки вещи все ли взяла с собой документы а нет ли чего-то ну что не хватает короче все вот эти заботы они конечно держали меня вот в таком хорошем хорошем тонусе когда мы сюда приехали два дня ровно не потребовалось чтобы прийти в себя и вот в первую ночь я почувствовал что я действительно устала потому что я всю ночь просыпалась у меня всю ночь сводили судороги ноги как-то я поняла что мне сейчас нужно усиленно отдыхать и как-то прийти в себя и набрать снова энергию и как-то отойти от этого путешествия но в целом оно прошло на ура и здорово на самом деле что я решила поехать в 28 недель и не дожидаться своих там 34 то есть это вот край когда например можно летать и многие авиакомпании после 34 недели на борт самолета беременных не пускают ну в общем этот такой вот рубеж когда ты можешь еще спокойно путешествовать в моем случае я не стала дожидаться и поехала на 28 неделях и на самом деле очень рада что так сделала потому что все таки это намного легче сделать нежели когда у тебя живот прям вот уже разбирать учитывая что на границе меня заставили разгрузить всю машину все мои вещи разобрать каждую сумку открыть все косметички все еще все коляски все чемоданы в общем выгрузить полностью всю машину помогать мне естественно никто не стал и никого не смущало что я вот беременная женщина с большим животом маленьким ребенком плюс миллион слепней жара то есть дверь машины не открыть и когда вот таможенники сказали откройте пожалуйста дверь машины все я сказал я не открою двери потому что у меня в машине маленький ребенок эти слепни тут же налетают просто в огромном количестве в машину как только вот чуть-чуть хотя бы дверь приоткрывается поэтому я там вот стояла махала руками приоткрывала по одной двери чтобы они могли там проверить все что нужно проверить и конечно же вот просто со скоростью света все свои вещи разгружала и грузила обратно в машину чтобы поскорее закрыть все двери и чтобы ребенка не дай боже не покусали вот ну как бы вот это конечно же был такой утомительный момент но в общем в целом до два дня и все я пришла в себя пришла в норму и в целом поездку выдержала на ура что касается моего живота и моего веса это еще один момент который меня на этих неделях беспокоит потому что меня продолжает разносить учитывая что уже начался третий триместр наверное катастрофы никакой не произошло общая прибавка веса у меня порядка девяти килограмм мелкие по всем показаниям показателям узи уже превышает норму немного но все же превышает и сейчас на 28 неделях вам порядка полутора килограмм и это достаточно много когда он должен быть ну чуть-чуть там килограмм с хвостиком там кило двести и так далее и поэтому я вот задумываясь об этом вопросе иди к меня пугает и не хочется мне чтобы прибавка и в этот раз было столь драматично как прошлый раз прошлый раз было 30 килограмм и это не касается моего веса мой вес меня волнует меньше всего меня волнует как раз таки набор веса и рост малыша потому что в последний триместр он только набирает вот как бы в росте и весе и если будет крупный ребенок то для меня это означает более сложные роды и более сложное восстановление потому что чем более крупный ребенок тем больше шанс что снова потребуется эпизиотомия или будут разрывы которые придется зашивать как мы уже все знаем по моим предыдущим историям то заживаю я после разрезов и зашивания ран очень очень тяжело то есть они у меня очень медленно заживают воспаляются и это крайне крайне болезненный процесс для меня поэтому я вот прям по этому поводу действительно задумываюсь и строго придерживаю свои диеты для того чтобы не набирать лишний вес ну окей пройдет наши наши 10 дней самоизоляции отправлюсь гинекологу в риге отдам российскую обменную карту получил латвийскую обменную карту которая нужна для роддома взвесимся и также я с ней обсужу как лучше мне держать свой вес под контролем плюс ко всему мы естественно сделаем еще несколько узи мне нужно уточнить если в латвии третий скрининг потому что насколько я понимаю в россии его отменили его уже нет ни в общем ну зависимости от правил здесь то вполне возможно мне будет еще третий скрининг может быть просто дополнительный узи и действительно ему уже я сама хочу посмотреть как там малыша дела его измерить и хотя бы приблизительно понять на как он там развивается растет и так далее уже не говоря о том чтобы посмотреть еще дополнительные 3d картинки его личико потому что малыш то уже как сказать обрастает жирком и уже его черты лица становятся более более похожими на те которые мы будем лицезреть после моих родов еще если говорить о таких ярких изменениях моего организма это касается моей груди грудь моя стала еще больше чем она была в предыдущих неделях и у меня появилось первое молоко то есть я уже чувствую свою лактацию и белые капельки на сосках я вижу и плюс ко всему соски мои груди стали намного намного темнее а соски беременной женщины они темнеют для того чтобы новорожденный малыш мог их легче увидеть перед кормлением чтобы понять куда направиться и держать правильно свой ориентир черной полоски на моем животе линея негра как она называется она еще не появилась и прошлый раз она мне кажется появилась достаточно поздно поэтому и в этот раз я как-то ее пока еще не жду на думаю что концу самому концу беременности она уже появится и что хорошо растяжек на моем животе несмотря на его огромный размер тоже нет малыш кстати говоря пинается очень активно каждый день даже сейчас когда сижу записываю этот видеоролик я прям чувствую его пинки и как он там со мной общается как он там дает мне понимать что все у него хорошо и общем он там и живет своей жизнью развивается и растет в общем это самые главные моменты моих 28 недель беременности видимся на следующей неделе пока